Решись, это твоя возможность. Для каждого своя карта с кредитной линией до полутора тысяч евро. Для ярких будней. SavoCard LV Микс Ньюс Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-03-63-83 Плата за звонок 1 евро 42 цента. Программа выходит в сотрудничестве с фондом «Зедот ЛВ». И при поддержке фонда Бориса и Инары Тетеревых. Добрый день всем, кто нас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на радио Болтком. В эфире традиционная программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна помощь прямо сейчас. И для тех, кто хочет помогать. С Новым годом вас и будьте счастливы. Это прежде всего, наверное, надо сказать о эфире. Сегодня ведущие и авторы программы Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наш звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас замечательный гость, которого мы давно ждем, если честно сказать. И очень рады, что он сегодня пришел прямо в новогоднюю программу. Это актер Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова Максим Бусыл. Здравствуйте. Надо сразу тут подчеркнуть и добавить, что Максим, он лучший молодой актер нашего Рижского русского театра. Причем уже дважды зрители выбрали вас, Максим. Спасибо, зрители. Народное такое, да? Да, признание. Да, признание. Плюс у нас Максим, кто не знает, дипломированный дирижер хора. Да, хора и дирижер, и пианист. И пианист дипломированный. Да, по музыкальную школу закончил. Частную, но закончил. И очень-очень рад этому, потому что музыкой я живу. Ну вот если что, мы будем дирижировать. Да. Это сейчас. А в детстве Максим признавался в одном из интервью, что мечтал стать волшебником и магом. Это правда? Это правда, Боже, где вы это нашли? Да, это правда. Это факт. Я в детстве... Ну, я почти им стал ведь. Почти. Ну, вот про исполнение мечты. Да, да, да. Волшебник, маг, своего рода на сцене же волшебство происходит, когда все случается правильно. Кстати, Максим был одним из первых наших помощников. Еще тогда программа «Зеленая лампа» только-только задумывалась и формировалась. Еще она даже не выходила в эфир. И, в общем-то, Максим, вы тогда помогли нам сотворить маленькое чудо. Да, я помню. Это было очень нужное, хорошее мероприятие. Мы сейчас напомним. Да. И мы хотели, да, мы всегда хотели, чтобы это была как традиция, тем более была такая гениальная возможность, что... И мы все ребята встречаемся, которые там, одни уже в России играют, учатся. Ну, мы расскажем сейчас подробно, что это было, да, потому что мы-то знаем, а слушатели не все знают. Это очень хорошо, это очень хорошо. Нужна была помощь рижанке Кате Лебедевой, которой мы сейчас очень дружим все и желаем ей здоровья всегда. Вот реально это замечательный человек. Да. И ей нужна была помощь тогда. И ребята, студенты московских вузов, и наши актеры местные, в частности, и Максим, организовали, придумали сделать вечер поэзии. Да. В библиотеке тогда. Это было очень-очень-очень правильно. Читали стихи и собирали деньги ей на операцию. А через некоторое время, когда Катя уже сделали операцию, и она после Германии приехала и лежала в Первой городской больнице, у нее случился день рождения. И мы тогда попросили Илью Логутенко, он записал ей видео поздравления, и примчались туда, в эту больничную палату, Максим и Кирилл Зайцев. Да, да, да. Тоже замечательный. С гитарами? Да. И устроили ей там праздничный концерт, и все нянечки и доктора заглядывали с удивлением. Все рады. Ну, я лично вот плакала, отходила периодически. Что-то, что надо творить добро, надо. Это было очень здорово. Спасибо огромное за это. Взаимно. И сегодня мы включаем, Максим помогает нам включать зеленую лампу, и она будет очень ярко гореть. Как свет надежды для тех, кому нужен этот свет. И сегодня мы помогаем. С утра уже радиоболтком объявляет, что помощь нужна. Вот мы помогаем сегодня Кириллу Зябрикову, ему 12 лет. Ему нужны средства для годовой программы занятий по методике ABA-терапии. Это 2167 евро мы должны собрать за неделю, чтобы мальчик мог проходить эти занятия. У него аутизм, и эти занятия реально помогают и вытягивают ребенка в мир обычных людей, скажем так. Мы еще подробнее расскажем про Кирилла. Телефон 9300-6383, евро 42 цента, как всегда. То есть маленький звоночек собирается, звонки собираются в большую и очень важную помощь для конкретного человека. А у нас вопрос к Максиму. Очень хорошее в этом году у вас такое, как почин в Рижском русском театре. Вы играли несколько спектаклей специально, на которые были приглашены дети из детских домов. Сделали такую предновогоднюю программу. Это был «Маленький принц» сказка и «Снежная королева». В «Снежной королеве» Максим играет Кая. Вот какие ощущения, когда ты знаешь, что в зале вот такие дети, которые особенные такие новогодние гости из детских домов? Вот это правда, что особенные во всех смыслах. И вот мы с Юлией Бернгард, она играет Герду, и вот мы уже «Снежную королеву» третий год играем. То есть сказка, она родная, она во всех смыслах. Потому что я еще со школьных времен, когда артист нашего театра Юрий Николаевич Сафронов был жив, я был его учеником в театральной студии, он тогда ставил «Снежную королеву», но Кая тогда мне не довелось сыграть. И когда эта сказка вернулась уже, и для меня, я играл Кая, то это было счастье. И особенно счастье, правильно вы говорите, из-за детей. Потому что, когда мы с Юлией слышим перед началом спектакля этот шум, гул, и только начинает открываться занавес, они все кричат, все смеются, радуются, то как бы специально не приходится настраиваться. Ты просто слышишь, и этот вот смех счастья, он уже тебе западает в душу. Награда уже сразу. Это да, и потому что дети, они же, ну с ними в чем-то сложнее, им врать точно нельзя. И потому как бы в этом смысле ответственность еще больше, плюс она еще, эта ответственность, потому что это дети, они еще растут, воспитываются. И такие сказки, как «Снежная королева», это тоже воспитание, и то есть мы тоже несем, получается, своего рода ответственность за их воспитание в чем-то, за то, что они пришли к нам и доверили, их родители доверили эту сказку, детей привели на сказку, и потому каждый раз ощущение чуда, особенно все вместе играет, то, что это дети, то, что это Рождество и Новый год, и то, что это сказка о любви, что безумно важно, и детям очень... Эта сказка, она для меня, даже вот, ну, как вот для актера своего рода уже опытного, сколько-то, это сложная сказка, и нельзя к этому относиться как, ну, сказка, и так, сказка, утью-пу-тью-пу, потому что, ну, роль Кая, просто взять, там, поскольку, опять же, детей внимания удержать тяжело, и потому все происходит достаточно быстро там. Сначала молодые, маленькие, брат с сестрой, они играют им весело, что-то услышали о «Снежной королеве», Герда испугалась, Кая в защиту заступился, и вдруг ему попали осколок прямо в сердце и в глаз, и он стал вредным и плохим мальчиком. И все эти перемены, они настолько символичны, настолько, как вот своего рода осколок в сердце, в глаз, конечно, не в прямом смысле, но дети должны... Реалистическая такая сказка. Всякое бывает, что как зло, оно, как говорится, как в табеле, я вспоминаю, если у тебя все десятки, одна двойка, то все равно эта двойка все испортит, и вот какое-то маленькое зло, которое может попасть, оно может настолько все испортить, и сказка учит тому, что любовь спасает. И потом столько перемен, что сначала радость, потом такое отрицание, негатив к миру, а потом в конце полный лед, и когда приходит Герда, и вот я, это моя самая любимая сцена, даже вообще, вообще одна из любимых сцен, в которых я играю, когда вот финальная сцена, когда Герда приходит, пройдя, то есть если додуматься, ну вот серьезно, если к этому отнестись, девочка целый мир обошла, чтобы найти своего названного братца, и он ее не узнает. Он говорит, ты кто? То есть это же так же тоже бывает в жизни. Проходит время, мы забываем важных людей. Зачем ты пришла, да? Да, зачем ты пришла. И вот тут невольные параллели, и когда она вдруг поет песню с их, вот их любимую песенку, там, розы цветут, красота, красота, скоро зрим, мы младенцы Христа, который они всегда с братом пели, и вот сердце его начинает таять. Это этот символизм настолько не символичен, настолько реалистичен, и вот этот момент мы с Юлей безумно любим, потому что, ну, искренне наши сердца прям обливаются этой радостью. Ну вот успех этого спектакля в том, что вы сами переживаете, это каждый раз по-настоящему, мы сами любите. Это час-десять спектакля этой жизни, это счастье, это интенсивное счастье, что можно от любви до ненависти, но главное, что побеждает любовь. — Максим, а у вас ангелы там есть? Я не смотрела спектакль. Ангелы есть? — Да, есть. Да, у нас есть ангел, который всегда сопутствует, как ангел-хранитель у Герды, да, и вот, и потому там есть молитва, которую она вспоминает в самый вот ключевой момент, когда пришла уже к снежной королеве, и она готова была ее заморозить, то она говорит, отче наш, и появляется ангел, который спасает ее. — Вот это очень интересно, потому что нам, например, когда мы читали эту сказку в советское время, то, что было издано Андерсон, а также фильмы, которые были наши детские любимые, то там, в общем-то, вот этот вот религиозный аспект, он был изъят. А на самом деле вот все приобретает смысл. — Потому что вера, вера во что-либо, религия ли это, либо вера в любовь тоже, это без веры никуда. — Очень важно, конечно. Мы еще вернемся к ангелам, мы вам обещаем, у нас есть сюжет про это. А сейчас просто хотим напомнить итоги предыдущей программы. У нас предыдущая программа была 27 декабря, как раз в канун Нового года. Мы очень волновались, потому что мы знали, что все готовятся, все там строгают салатики, все готовят платье. А нужно было собрать средства для мальчика Саши Корнеева, для 10-летнего Саши, который с очень тяжелым диагнозом. И его мама Марина, она вот буквально без остановки, без остановки, без передышки, все эти годы вытаскивает своего ребенка к здоровью и делает все, что можно. И вы знаете, мы были поражены, вот просто до слез, что да, нужная сумма собрана, даже чуть-чуть больше, трех тысяч собрана. Это годовая программа, которая поможет Саше Корнееву, его маме Марине. И мама Марина сейчас у нас на связи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. С Новым годом вас и Сашу. Здравствуйте, Оля. Спасибо большое. Ну вот мы вас... Рита, Оля, я бы... Да. Я перепела. Да. Рита, Оль, я бы хотела поблагодарить от нас Саши сердечно, вот всех-всех радиослушателей, которые участвовали в этой программе, которые собрали нам эти денежки, которые нам очень-очень помогли. Огромное вам человеческое спасибо. И, конечно же, поздравить всех-всех с Новым годом. Пусть этот год принесет вам новые радости в каждом своем дне, и комфорт, и спокойная уверенность, что все будет хорошо. А все так и будет хорошо, когда вот вокруг такие добрые, отзывчивые люди. Мы в это верим. Спасибо вам огромное еще раз. Марина, и вам огромное. Спасибо деду. Спасибо оперону. Всем-всем спасибо от нас. Марина, огромное спасибо. 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 Мы вами восхищаемся. Мы вот с вами пообщались, поговорили, восхищаемся вами. И действительно, это вот очень важное дело. И спасибо всем радиослушателям и читателям наших сайтов за эту помощь. И чтобы вам попадались... Спасибо, да. Добрые, хорошие люди на вашем жизненном пути, которые... Да, они нам всегда вот сопутствуют. Вот только такие, да. Поэтому мы спокойны. На всего хорошего. С Новым годом. Большое спасибо, да. До свидания вас также. Ну вот, такие вот приятные итоги. Это замечательно. Мы очень рады, что удалось нам собрать деньги, причем так быстро. Просто в новогоднюю ночь прибавлялись. Я смотрела, как на сайте прибавляются эти цифры. Это очень трогательно, конечно. Ну вот теперь у нас, наверное, опять к Максиму будет вопрос. Да? Максим, а вот какая роль ваша, самая важная для вас? Вы очень много сыграли ролей. Что-то можете выделить? Любимое, важное? Ну, кроме «Снежной королевы». Ну да. Кай, конечно, я люблю Кая. Но даже важное прибегает сейчас в голову так и так, поскольку скоро мне опять это играть. В том году у меня был моноспектакль. Это мне повезло. Спасибо там Дмитрию Петренку, режиссеру, который меня пригласил для этого спектакля. Седьмого января будет. Да, следующий седьмого января. И просто это еще такой сложный перерыв. Мы сыграли премьеру в июне, и прошло полгода. И своего рода, конечно, много чего забылось. И спектакль важен, потому что помимо ответственности, этот материал, это, знаете, как опять же, я про «Снежную королеву» сказал, что мне как повезло, «Сказка вернулась ко мне». И когда я поступал на курс к Игорю Коняеву, я хотел сделать финальный монолог из вот этого произведения «Легенда о пианисте 1900» Александр Баррику, автор. И я, по-моему, читал тогда, потому что мне очень нравилось это произведение издавна. И я, по-моему, читал и понимал, что все-таки нет, для поступления я не осилю такой монолог финальный, когда главный герой — это сам же пианист, когда корабль, на котором он жил, родился, и он с него не может сойти, потому что его жизнь вся там, корабль собираются потопить из-за войны. И вот монолог о том, почему он не может покинуть корабль, почему он останется здесь и умрет вместе с кораблем, скажем так. И ко мне вернулся этот материал спустя время. Я это на поступление не сделал. Удивительно. И вот это знак для меня было так, потому что Петренко говорит, что именно со мной хочет поставить, а как заорал от радости. И потому для меня очень важен этот материал, потому что он, опять же, любовь, она везде, просто любовь, она по-разному проявляется. И там тоже, конечно, о любви, но там все очень сложно, там... Вот даже в чем-то, вот как вот мы сегодня хотим помочь Кириллу с его проблемой аутизма, но вот слово «проблема», даже не знаю, насколько здесь уместно, но вот потому что я не считаю это проблемой. И вот тут своего рода этот пианист, который замкнут в себе, у которого свой мир, который он не может покинуть. Какие-то параллели. Да, потому что вот так же повезло, что вот я был... Сергей Анатольевич Галамазов приезжал, я был на спектакль тоже по теме аутизма «Особые люди». Вот вы видели, да, этот спектакль? А расскажите поподробнее. Это, кстати, очень интересный проект, и мы даже напоминали несколько раз, когда мы рассказывали о детях с аутизмом, чтобы человек со стороны понял, вот в чем эта проблема, да? Вот здесь даже нужны какие-то художественные образы, чтобы это осмыслить. Не представляю, как это можно поставить на сцене. Это было... Ну, это спектакль, он даже его... В чем-то даже, да, его нельзя назвать спектаклем. Во-первых, это был театральный фестиваль в Кулдыге, первый фестиваль в Кулдыге, который Дана Чернецова, наша актриса, она же его организовала. И то есть еще сыграло роль то, что спектакль был в церкви. Это несло определенную атмосферу уже, особенно когда они там по сюжету показывали наверх. Они сами говорили, что они ощущали вот эту святость, их всех уже трясло, и потому как бы в чем-то нам повезло, что мы видели вот, кто видели тот спектакль. Потому что это не спектакль, как спектакль, а в чем-то спектакль лекция о том, чтобы нам в самом деле рассказать, что аутизм — это не болезнь, что аутизм — это... Просто это особые люди. Особое состояние. Это действительно очень верное название. Потому что спектакль произвел впечатление наигрустнейшее, что как мы можем понять, что есть нормально? Вот если у ребенка аутизм, это ненормально. То, что он просто закрыт... Ну да, что вот мы нормальные, да? Да, что мы нормальные, а они ненормальные. Да, а это как посмотреть? Это как посмотреть, да. Они на нас смотрят, им кажется, что мы ненормальные. Да, и там столько затрагивается вот этих тем родителей, которые, например, одни отказываются, другие борются. И опять же, вот эта мораль... Ну это же твое дитё, это любовь, которую нельзя предавать. Надо верить, опять же, надо верить, и всё-всё-всё случится. И в то же время, вот опять же, эта тема, что они просто особые люди. Они по-другому видят, по-другому воспринимают, да, быстрее что-то... Они в чём-то гениальны, я считаю, даже, потому что они быстрее что-то... Быстрее уже поняли, и потому что-то быстрее по-другому делают. Из-за того, что они уже имеют своё определённое отношение к этому, к чему-либо, к жизни. Да, они закрываются, бывает, от родителей, от всех. Ну вот очень точные слова. Вот наш герой сегодняшней программы, Кирилл Зябриков, маленький Кирилл, ему 12 лет. И вот мама рассказывает, как он... Он рисует музыку. Ну, начнём с того, что... Он сам тут в себе, да. Если вы посмотрите на его фотографии, просто у нас на сайте, он очень симпатичный и обаятельный. Он такой, как этот маленький пончик. Да, он такой похож на плюшевого мишку прямо. Немножко такой неуклюжий. И он очень... У него, как вот он барометр, он улавливает симпатию. Если человек к нему... А вот все дети саутины. Да, но они же настолько чувственные. Он это как-то по определению знает. И никогда этот ребёнок не будет заигрывать или улыбаться, или даже протягивать руку человеку, которого он чувствует, что вот он ему не нравится, или что-то, может быть, человек или зло, или раздражённый. Они наделены действительно даром. Каким-то даром. Их беда в том, что они умнее нас в плане души. Они умнее эмоционально, чувствительны. Потому в сегодняшнем ужасном мире на самом деле он ужасен. Потому сказки. Я люблю сказки. Потому что они иногда заставляют отвлечься от этой реальности. И этим детям особенно тяжело, потому что у них восприимчивость... Вот если у нас там на 5%, то у них почти на 100. Поэтому им тяжело. И тяжело из-за того, что они максимально гуманны, максимально прекрасны в своей душе. Это так обидно и несправедливо. Ну, как человек без кожи, да? Вот просто открытым сердцем и всё. И, конечно, тяжело. И вот этот маленький Кирилл, он прекрасно рисует. Он разбирается в компьютере лучше взрослых. Он учит английский. Он очень тонко всё чувствует. Мама говорит, что это вообще невероятно, как он помнит все мобильные телефоны наизусть. И с книжки в записной компьютер с капотом. Но при этом он боится посторонних людей, он боится незнакомых мест. Он может закрыться, он может упасть на улицу и просто вот не буду вставать и всё. И, конечно, очень трудно, потому что непредсказуемое поведение. И наш телефон сегодня 9306383, евро 42 цента. Мы просим вас сделать этот звонок в помощь Кириллу Зябрикову, чтобы оплатить годовой курс, годовой курс ABA-терапии, который реально помогает этому мальчику и уже есть успехи. И ещё такая трогательная деталь. Семья живёт в однокомнатной квартире, и мама, которая, она очень думает о том, что будет с мальчиком после того, как её не будет. Об этом думают все родители. И она решилась на второго ребёнка. И у Кирилла есть маленькая сестричка. И мама говорит, что я надеюсь воспитать её очень отзывчивым и ответственным человеком, чтобы по жизни она была рядом с Кириллом, когда меня не сняли. Вот они живут в этой однокомнатной квартире и стоят 900 какими-то на очереди на социальное жильё. И вдруг Кирилл, он стал пугаться газом, когда включается газовая плита. Вот, например, теперь мама, она должна была как-то решать эти вещи. Или она должна включать этот газ, когда его нет дома, он не видит. А если он дома, вот мультиварка. То есть там масса каких-то таких вещей, которые, вот это как люди с другой планеты. Непонятно, почему они боятся, чего они боятся, чему они радуются, и почему они поступают именно вот таким, каким-то кажущимся нам странным образом. 9-3-0-6-3-8-3, евро 42 цента. Это звонок на благотворительный телефон. Спасибо вам. Сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. В эфире Ольга Авдевич, я Рита Трошкина, звукорежиссер Евгений Копеин, и наш гость, актер, замечательный и любимый многими, Максим Буссел. Еще раз здрасте. 30 декабря, перед самым-самым Новым годом, Максим написал на своей страничке в сети Facebook, вот и сыграна последняя снежная королева в этом году. Такое сказочное настроение. Грустно, когда сказки заканчиваются, но прекрасно и ценно то, что у нас эта сказка была. Пусть сказка не покидает вас и в Новом году. Да. А, Максим, вот получается, что вы верите в сказки, да? Ой, я в этом смысле порой бываю примитивен, как ребенок, хотя в чем-то это может и хорошо, потому что я сказки люблю больше всего. Я очень люблю сказки, наверное, потому что их не так много в жизни. Ну и у меня есть ряд любимых сказок, потому что когда в сказках через простое доносится вечное. Ну это мудрость, конечно. Да, и она как бы, да, вот эта простая мудрость, которая доступна всем, и она, не знаю, меня трогает безумно все эти образы. Допустим, там одна из любимых сказок у меня, у Оскара Уайлда «Соловей и роза». Вот эта жертвенность соловья, когда ему надо было, чтобы роза окрасилась в красный свет, и чем больше он пел, ну надо было петь и проткнуть свое сердце этой розой, чтобы она облилась в красный цвет. То есть сколько в этом метафоры, и вот такой метаморфозис это. То есть отдать все ради любимой. Да, ради любимой. Жертвенной. А потом, конечно, грустный конец, когда эта любовь даже той девушке не нужна. Ради блога он это делал для парня, чтобы он подарил девушке, и не нужна. И, конечно, это безумно трагично. И также моя любимая сказка, самая-пресамая, это «Маленький принц». Я даже в чем-то обливался кровью, когда узнал, что мы были тогда в втором курсе, и у нас ставят «Маленького принца», я понимаю, о боже, у меня нет возможности сыграть «Маленького принца». Но хотя мне приятно, что как-то так совпадало, что разные люди, с которыми я не знаком, они мне часто в ходе общения говорили, вы похожи на «Маленького принца». И это в чем-то мне приятно, потому что я в самом деле его обожаю. Я вот то, что Антуану Гзюпери написал, и также я люблю у Антуана Гзюпери, кто не читал, кстати, у него есть молитва «Искусство маленьких шагов». Да, «Искусство маленьких шагов». Это чудесно. И потому вот «Снежная королева», «Маленький принц», особенно «Маленького принца» бесконечно читать можно. Поэтому мне не всегда, мне иногда обидно, когда я вижу, что в зале много детей, которые не очень все понимают. Но я рад, что уже эта удочка закидывается с детства, потому что потом они к ней вернутся. Где-то на подсознании записываются. Да, да, и много чего поймут, и это очень важно, потому что там столько мудростей, столько истины, от которой я не могу избавиться, поэтому вот про сказки, а не сказки, их как-то не нужны. Они нужны, без них очень серо будет. Ну и черствей мы. Да, да, да. Они пробуждают вот эту чувственность, ум, мудрость, мудрость души, что ли. Вот спасибо, что вы это сказали. А там есть, кстати, в «Маленьком принце», очень мне нравится мысль, что вот когда спросишь у взрослых, что это за человек? Они говорят, вот у него такой дом, у него такая машина, у него такой банковский счет. И вот они начинают рассказывать о человеке, судя по тому, что он имеет. А спросишь у ребенка, и ребенок скажет совсем о другом. Да, да. То есть добрые человеческие качества. Да, да. Потому что дети, они их и не обмануть, они максимально открыты, и они чистые, это правда. Они настоящие, самые настоящие. Очень сейчас хочется рассказать, поблагодарить всех наших радиослушателей и всех, кто участвовал в акции, которую мы проводили перед Новым годом. Это была акция «Ангелы добра». Вот вы и вернулись к теме ангелов, да. Мы, когда мы придумывали акцию эту, мы хотели, как в прошлом году, собрать подарки для пансионата престарелых, где живут одинокие бабушки и дедушки. И в этот момент к нам обратилась девушка-режанка Линда Моцебекер. И сказала, что она тоже хочет, у нее нет бабушки и дедушки, она очень хочет помочь одиноким старикам. И она возглавила эту акцию. Была проделана просто гигантская работа Линдой. Мы помогали тоже, как могли, и собирать подарки, и готовить программу. Но сейчас хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто откликнулся. Это тысячи людей. Подарков нужно было нам собрать около 500 для двух пансионатов. Для двух. Атса Уциба – это за Двиной такой пансионат есть, и пансионат для незрячих на Югле. Всего около 500 человек там живет. Но было собрано гораздо больше. И подарки были, как сказать, сложно сочиненные. То есть это не просто там одни носочки, а Линда там с друзьями паковала. Каждый человек получил подарок лично в руки, даже те, кто не ходит. И потом в этих пансионатах были проведены концерты. Более того, остались еще подарки, которыми осчастливлены были еще три пансионата. В общем, спасибо вам огромное. Вместо двух – пять. Это два рижских пансионата, еще общежитие для незрячих на Югле, а также пансионат в Адаже и в Балдене. Везде были проведены концерты. Можно я сейчас назову? У меня огромный список этот в руках. Это невозможно. У нас, простите, мы не можем просто физически всех перечислить, кто участвовал. Но некоторые, конечно, просто поразительные вещи происходили. Максим, ваши коллеги – актеры Рижского русского театра. Кирилл Зайцев и Маратов Индей. Спасибо им, что они… Очень. Просто директор пансионата, она была так растрогана, она сказала, боже мой, это мой любимый театр. Спасибо. Они там как звезды явились. Да, я очень рад, что они смогли, и они молодцы. Снегурочкой была Маша Карая. Она во всех пансионатах, в двух пансионатах отработала. Она еще школьница. Она вот эта вот абсолютно будущая актриса. Дедом Морозом были Максим Павлов, Дед Мороз, а также был Герман Андреев, выпускник ГИТИСа. Это коллега Максима по фильму «Ромео и Джульетта». Да, там мы с ним подружились и стали по-настоящему друзьями. В общем, все откликались невероятно. Я просто сейчас немножко попытаюсь перечислить. И простите, что не всех удастся, наверное, перечислить. Мы напишем еще всем огромную благодарность. Во-первых, магазины «Посткарт ЛВ» во всех крупных универсамах Латвии предоставили место, и там стояли большие такие ящики, куда люди приносили со всего города подарки, складывали. А также «Кирьян Студия» тоже собирала подарки. Свои подарки дали «Рига Смесникс». «Карумс» подарил 500 йогуртов. «Гамма А» фирма подарила 100 банок шпрот. «Интека» подарила чаю около 50 пачек. «Ханзе Смайзница» подарила тоже, сделала свои подарки. «Скриверу Салдуми» 10 килограммов конфет выделили. «Мартине Беккери» деликатесы, «Буберц» сладости. «Биофреш» и «Рига» подарила 25 комплектов подарков. Это были мыло и кремы. «Стопдракс» и «Сандрис Бергманис» подарил салют. «Пиро ЛВ» тоже фирма подарила два салюта. «Смарти» фирма 24 часа в сутки помогала, просто помогала развозить, собирать эти подарки. Транспорт обеспечивал GS Logistics. И особенно нам трогательно, мы хотим обязательно поблагодарить начальника региональной муниципальной полиции Мариса Болинша за то, что он сладости просто от себя взял и подарил сладости от себя. Замначальника пожарной охраны Кристо Пелкснис тоже подарил сладости. Целую коробку с телефоном пожарной охраны. Это просто было невероятно. Тренер спортклуба «Профессионалс» Андрей Маслов и его команда очень много сладостей подарила. Тренер «Букрей» Хит Андрей Букрейс много фруктов подарил. Вот, знаете, вот начинаю перечислять, у меня прям до слез это все. «Спартана Апсардзо» кружки подарила целые там ящики. Начальник криминальной полиции в Рижском Курзомском участке Лена Кейна Каштальяна. И главный специалист Главного управления полиции порядка Марита Лапиня и ее команда. Они тоже подарки все доставили детям. Вот видите, как нас полиция даже поддержала. Информационный центр МВД Зинаида Серышева и ее друзья. Компания «Бастур Макар», компания «Мультипак». Отдельные просто люди, которых невозможно всех перечислить. Снежана Иванова, бывшая рижанка, которая сейчас живет в Австралии, в Сиднеи. Она просто оплатила 25 радиоприемников. Вот прислала платежку, сказала, я купила 25 радиоприемников. И для людей, которые не встают с постели, это, понимаете, это окно в мир, получается. Открытки очень многие делали. Ладожская средняя школа открытки делала, и Пипер Кука спекли, и Лона Алексеева из общества Цигуна. Они картины написали, подарили тоже пансионатам. Я не знаю, наверное, пора остановиться. Кто-то может прочитать все это на сайте. Очень долго можно перечислять. Еще очень большое спасибо Евгению Френцелю, которая тоже поддерживала акцию постоянно. И, конечно, Линда Моцебекериана. Просто огромный молодец. Благодаря ей все это сдвинулось, и люди были счастливы. Спасибо всем огромное. А мы напоминаем, что наш телефон 9306383, работая для замечательного мальчика, 12-летнего Кирюши, с очень милой такой, веселой фамилией Зябриков. Его мама замечательная женщина, которая что поразила? Ребенок с аутизмом, она столкнулась с этой проблемой, и это как будто в стеклянном шаре этот ребенок, к нему не пробиться. И она стала думать, что есть какие-то наверняка наработки, методики, потому что централизованного центра нет. Она взяла и написала реферат проблемы образования детей с аутизмом в Латвии. Написала этот реферат и отправила с тем, чтобы претендовать на бюджетное место в педагогическом институте. И она поступила. В академию. Да. Она поступила и умудрилась, я скажу, потому что это сложно, закончить обучение. Сейчас она пишет магистрскую работу именно по теме аутизм. Я ее поздравляю, я даже не удивлен этому. Действительно, вы говорите, это чудесно, я этому не удивлен, потому что, когда даже вспоминаю спектакль, который меня много посвятил в эту тему, даже вот если такой ребенок, твой ребенок, он тебя учит любить, он тебя учит всему, чем должен обладать человек. И он этим обладает. И вот это же иногда мы так, мы вообще в эгоистичном мире живем, это вообще бывает иногда эгоистично. Вот я тебя люблю, а почему ты меня не любишь? Да, что-то отдай взамен. Да, взамен, вот это взамен все время. А это так учит, когда ребенок, ты его любишь, он тебе не может взамен много чего выразить, сказать, но и это жертвенная любовь, это учит жертвенной любви так? Я даже сказала, бескорыстная любовь. Да, бескорыстная, да. Это абсолютная любовь. То есть это вот... Любовь абсолютно, она не зависит от чего. Это своего рода ангелы, дети-ангелы, которые заставляют нас так много чему учиться и учиться. Безусловно, безусловная такая любовь, да, потому что, в общем-то, мы... Ну, это нормально, что человек, в общем-то, эгоист, да, и разумный эгоизм, это и хорошо. Да, да. Так нельзя. То есть не надо ждать ничего взамен, надо просто... Вот любовь – это отдавать. Да. Это отдавать в первую очередь. И тогда само оно будет, само вернется. Само вернется. Само вернется. Кстати, о любви. Вернемся к театру. Да. В декабре состоялась очень долгожданная премьера в Рижском русском театре, которую ждали. Очень красивые были афиши. Угу. Гранатовый браслет. Да, да. Вот, Максим, вы заняты в этом спектакле. Да. Расскажите о ваших впечатлениях от этой работы. Я рад тому, что получилось, потому что, конечно, там период был сложный, репетиции было много, что хорошо, споров, недопониманий, разногласий, но именно в них рождалась истина. И я вот особенно благодарен в этом спектакле. Главным героем – это роль Желткова Александра Маликов и моя однокурсница и подруга Яна Херпста, которая сыграла главную героиню Веру. Я им просто благодарен за то, что они сделали. Я там играю маленькую роль, как я тоже сказал режиссеру потом, мне немножко жаль, что я занят у вас в спектакле, потому что я со стороны его нормально видеть не могу, а очень хотелось бы. И вот я помню даже на сдаче, мы отыграли в начале, я побежал на балкон, чтобы посмотреть весь спектакль, всю суть о любви. И вот, как правильно говорит даже Яна, в то время, то, как любил Желтков, именно вот так вот, ничего не прося взамен, именно вот абсолютно любил… Отдавая, да. Отдавая, вот своего рода аутизм тоже будто бы какое-то присутствие в этом, потому что сегодня правильно Яна вот сказала, когда она разбирала Веру, героиню, и поняла, что она упустила эту любовь, упустила любовь этого человека, что сегодня это бы приняли за болезнь, когда человек… Либо фанатизм, либо болезнь, когда человек так любит, а и в том-то проблема, что сегодня так любить почти, наверное, не способны люди, это большая редкость. И потому я благодарен Яне, Саше, что они мне донесли все, что там было заложено, и оттого было безумно и счастливо, и грустно одновременно, что такая любовь… Ну, когда-нибудь вот так вот эту любовь, которую излучал Желтков к ней, и как она ее потом потеряла, ведь так, конечно, ужасно грустно потерять эту любовь. Которая жизнь опустела немножко, да? Дорогие радиослушатели, посмотрите, какие мы сегодня можем задания себе сформулировать для, как сказать, такого нашего душевного развития. Перечитать «Оскар Уайльда», да? «Соловья и розу», перечитать «Куприна гранатовый браслет», сходить в театр, посмотреть, не пропустить моноспектакль на «Новиченто», да? Да, или «Легенда о пианисте» 1900, 7 января в концертном зале «Дентери», радости всех прошу, буду очень рад вам. Да, и еще вот интересно, Максим, перед самым Новым годом поклонники, которые следят на Фейсбуке за вашей страничкой, заметили, что вы обновили обложку профиля, да? И поставили кадр из мюзикла «Ла-Ла Лэнд», очень красивый рождественский кадр со снегом. Почему именно этот фильм? Потому что я так вовремя его посмотрел, потому что я вообще люблю фильмы драматические, ну, серьезные, я очень люблю, но когда я пошел на этот фильм, когда я его увидел, то я был безумно рад свету. Вот он именно хорошо попал в Рождество. Рождественский свет такой. Да, потому что там о любви, и как бы немножко такой грустный. В чем-то параллельно помнило шербургские зонтики, когда судьбы людей разошлись, но они друг другу остались благодарны за то, что каждый друг другу помог достичь его мечты. И они сохранили ту любовь, когда они не злые друг на друга, а они благодарны друг другу, даже если они уже не вместе. И вот эти песни, которые там, и эта фееричность, мечта, которая воплощается, ну, это благодаря кино, они там взлетают в космос и счастливы. И вот этот тоже образ, который надо держать, умеет взлетать. Надо смотреть, в общем, надо смотреть этот фильм. Посмотрите, что получается. Красивый, новый. Для хорошего настроения. Рождественский. И теплого ощущения в груди. Смотрите, мы приготовили Максиму очень много самых разных вопросов, а говорили все время о любви. И замечать, так, 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 все правильно, так и должно быть. Все, что в основе наших поступков, это любовь должна быть. Из-за любви, ради любви, для любви, и только вокруг нее. Максим, ну вы следите за кино, а что вот в последнее время еще понравилось? Вот что бы вы нам рекомендовали? Из последних фильмов мне очень, ну, опять же, конечно, тут я, поскольку, как мне многие друзья говорят, ты в душе француз, прям до тупизны порой. И я очень, мне понравился последний фильм Ксавье Долана «Жусть у ла финн ду монт» «Всего лишь конец света». Он вот, ну, я люблю вот такого рода фильмы серьезные, мне просто там нравятся крупные планы, все вот так очень тонко, зыбко, как на льду. И я вот такие фильмы люблю, поэтому я бы такой фильм тоже посоветовал, но он понравится далеко не всем, потому что он такой, ну, такой тяжеловатый, что ли, своего рода. Ну, мы уравновесим, значит, мы «Ла-Ла-Лэнд» на выходные себе ставим и, значит, «Всего лишь конец света». Да, 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 такие разные границы, потому что надо же всю палитру испытывать. И, ну, да, но фильмов много, на самом деле, сложно, бывает даже вот, когда спрашивают, любимый фильм, выделить сложно, но вот всякие фильмы а-ля там, например, «Жизнь прекрасна», итальянский фильм, боже, ну, замечательный фильм, тоже, он настолько, тоже, как вот Роберто Бенини, как там главные герои любят, как бы они в тюрьму уже попали, вот этот Холокост, это все так страшно, но как это преподносится, когда есть любовь внутри, тогда ничего не страшно. И вот это замечательно. Это главные слова. Пусть они с нами останутся весь год, когда есть любовь внутри, ничего не страшно. Максим, у вас сейчас есть возможность сказать несколько слов, пожелать радиослушателям. Наша программа конца уже подошла. Да, в связи с началом Нового года, Рождеством, которое случится через несколько дней. Точно, да, да. И хочется тогда, скажем так, поздравить с праздниками всех слушателей, с Новым годом, с наступающим Рождеством, и пожелать, ну, как мы все вокруг любили, любви, это правильно, чтобы не боялись, вот именно даже не боялись люди любить, чтобы не боялись любить, и потом... Очень точно, да. Да, и быть благодарными. Вот так же, как, не знаю, вот, допустим, благодарен, надо быть благодарным вот фонду Бориса тоже, Инары, Тетеревых, что они столько тоже помогают. То есть надо быть за все, быть благодарным, и за хорошее, и за плохое тоже, потому что плохое тоже учит чему-то. Урок. А еще мы хотим напомнить, что 15 января у Максима день рождения. Да, и мы заранее очень рады. Ему исполнится всего 24 года. Да, замечательно, все впереди. Да. И маленький рождественский подарок музыкальный. Ух ты. Это тема из фильма «Ла-ла-ленд», это Эмма Стоун и Райан Гослинг поют любимую вами. Сейчас для Максима пою. Боже, какие вы молодцы. Максима пою. Максима пою. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, как... Какие вы... Спасибо вам. Большое. Мне очень приятно. Очень хорошо. Про любовь поговорили.